Прощай, дорогой наш памятник архитектуры, наши достопримечательности. В стакане для этих символических поминок, конечно же, простая вода, но скорбь на лице Данила Дегтярева неподдельная. Напомню, 21 января прошлого года деревянное здание начала 20 века полностью сгорело. Причины до сих пор неизвестны. Прошел год, а на месте здания все те же руины, огороженные забором. Хотя собственник, согласно закону, обязан начать восстанавливать объект. Закон на стороне памятника. Закон предписывает собственнику восстановить, если это сгорело, восстановить памятник истории культуры, памятник архитектуры. Этот же закон запрещает строить здесь что-то иное. С одной стороны, активистов это успокаивает. С другой, они опасаются, что из-за бездействия властных структур и несовершенства законодательства контора Морозова может разделить судьбу многих барнаульских памятников. Многие из них до сих пор не восстановлены. По многим объектам надо опять же проводить экспертизу, а у объектов, допустим, нет собственников или у собственников нет денег. И государство ничем помочь не может. Самые крупные, самые известные объекты, как они вот простаивают, так и простаивали. Вот у нас Суховский корпус, дом купца Паскотинова. Все так же, все по-прежнему стоят сгоревшие остовы. Активисты считают, шансов вернуть Морозовскую контору немного. Акция скорее способ привлечь внимание к проблеме и, возможно, спасти от печальной судьбы другие, еще относительно невредимые памятники. Илья Кучетков, Николай Шилко. Наши новости.